Здравствуйте! На телеканале АРИС программа «Территория спорта» и я, ее ведущий Константин Меркушев. Каждый месяц мы рассказываем и показываем спортивные новости нашего города. Наступил новый 2017 год и в этом месяце уже есть о чем поговорить. Краткий обзор сегодняшней программы. Спортивный комплекс «Прометей» собрал в своем зале 72 тяжелоатлета, между которыми и разыгрывались призы главы администрации. Школьники приняли участие в республиканской спартакиаде по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались в индивидуальной гонке и эстафете. Берем уроки по лыжным гонкам у молодого, но уже перспективного тренера Тамары Абрамовой. А начнем сегодняшнюю программу, естественно, с зимнего вида спорта – лыжные гонки. В новогодние праздники, а именно 5 января, на обновленной лыжной трассе города в Кумертау впервые прошли епархиальные гонки. В соревнованиях приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Подробнее в следующем репортаже. Бежали все от малого до великого. 5 января в нашем городе по праву можно назвать лыжным днем. Город принял открытые епархиальные массовые лыжные гонки. В этот день на лыжном стадионе любой желающий мог отметиться на лыжне в формате оздоровительных прогулок. На Кумертаускую лыжню приехали жители с разных городов республики. Во второй раз и впервые в нашем городе прошли открытые епархиальные массовые лыжные гонки лыжня Салаватской епархии 2017. Право на проведение праздника лыжни наш город получил заслуженно. Мне сегодня приятно приветствовать всех вас на нашей обновленной лыжеролевной трассе в городе Кумертау, которую мы начали восстанавливать именно в 2016 году. Мне очень приятно, что именно вот эта лыжня, вторая лыжня епархиальная, проходит в нашем городе. На новой лыжеролевной трассе Борис Беляев провел экскурсию с ветерком для владыки Николая. Вместе они проехали на снегоходе. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить главу администрации Бориса Владимировича Беляева, а также администрации города Кумертау и выразить надежду, что и в дальнейшие годы это спортивное мероприятие будет здесь организовываться. Очень хорошая трасса и со склонами, и подъемами, и с перепадами высот. Старт гонки был дан ровно в полдень. В программу соревнований вошло 4 забега. Один из них так называемый ВИП-забег. Победил в этом старте урожень с города Кумертау Владимир Казаков. Стоит отметить, что Владимир традиционно участвует в этих соревнованиях. В прошлом году принял участие в первых епархиальных лыжных гонках в городе Ишимбай. Участвую в данных соревнованиях. В прошлом году в Ишимбай участвовали. Тоже понравилось. Но здесь на родной земле надо было выиграть. Впечатление положительное. Сейчас праздники. Настроение само собой поднятное. Хочу пожелать всем горожанам, чтобы занимались лыжами. Ну и приходили вот такие соревнования, участвовали. И настроение поднимает. Лыжи сами поднимают настроение. Ну и всем хотел пожелать здоровья. Все призеры были награждены грамотами и кубками. Соревнующиеся боролись отнюдь не за награды. Главным все же было участие. Зрелищность – это то, чего все ждут, приходя на спортивные состязания. 13 января в спортивном комплексе «Прометей» состоялся турнир по тяжелой атлетике. И нужно сказать, адресом не ошиблись ни зрители, ни наша съемочная группа. 13 января для города теперь знаменательная дата. В этот день Кумертал впервые принял открытый республиканский турнир на призы главы администрации городского округа по тяжелой атлетике. Соревнования посетили первые лица города, а также профессиональные тренеры и спортсмены этого вида спорта. Турнир посетил президент Федерации Республики Башкортостан по тяжелой атлетике Виктор Конарев. Я как тренер, как президент Федерации хочу поблагодарить организаторов, что все на высшем уровне. Ребятам нравится. Светло, просторно, уютно, тепло. В общем, никаких нареканий. Все идет своим чередом. Разминочный зал, соревновательный помост. Все на должном уровне. Рекордное количество спортсменов собрал этот турнир. Всего в соревнованиях приняло участие 72 тяжелоатлета. Это юноши и девушки 2000 года рождения и младше. На турнир приехали спортсмены из города Уфы и Уфимского района, Стерлитамака, Салавата, а также тяжелоатлеты из нашего города. Основная цель этого турнира – отбор лучших тяжелоатлетов на всероссийские соревнования. Сейчас после новогодних каникул. Кто-то уезжал, кто-то тренировался, не вылазил из спортзалов. Поэтому прежде всего должны показать свои результаты. На основании этих результатов уже будем формировать команду сборной республики на первенство России. Некоторые из них еще только начинающие тяжелоатлеты. Но среди них есть уже и кандидаты в мастера спорта. Главное для сегодняшних участников турнира – не только показать свои результаты, но и побить собственные рекорды. Сюда на помост выходят только самые сильные спортсмены. А в это время их тренеры становятся участниками нешуточной тактической борьбы. Встала. Ровненько, не торопись. Иди, 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 иди! Для отбора на российское соревнование необходимо показывать высочайшие результаты. Так, например, спортсменка из Уфью преподнесла сюрприз своему тренеру, выиграв соревнование. Выполнила высшие нормативы кандидат в мастера спорта. Вы ждали? Честно говоря, нет. Не думала. А вот сама спортсменка была на 100% уверена в своей победе. Возможно, уверенность в себе помогла Уфимке выиграть турнир. Соперников я тут не была, как таковых. Здесь такая минералая бина. Мы будем вместе на Россию выступать в одной категорической силе. Я, да, я была уверена в победе. Башки не так много, но их соперников есть. На этом республиканское соревнование не закончится. Буквально через пару недель в городе Салават состоится турнир среди юношей и девушек 1991 года рождения. Лучший из них выступит на первенстве России, который пройдет в городе Зеленогорск. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». С 1 января 2017 года в комплексе «Готов к труду и обороне» сможет принять участие любой желающий горожанин. Напомню, норму ГТО возродили два года назад. Это не только польза для здоровья, но и для учебы. Теперь за ГТО можно не только значок получить, но и дополнительные баллы к ЕГЭ. Подробнее о подготовке к этому масштабному мероприятию смотрите далее. ГТО – три буквы, значения которых знает любой взрослый житель нашей страны. Комплекс «Готов к труду и обороне» – основа советской системы физического воспитания, ее программная и нормативная база. Он был сформирован и направлен на то, чтобы укрепить здоровье и повысить творческую и трудовую активность советских людей. Возрождение комплекса началось поэтапно, начиная с 2014 года. От документального оформления до непосредственной реализации. В настоящий момент, с 1 января 2017 года, приступили к заключительному третьему этапу. Это внедрение комплекса среди всего взрослого населения. То есть любой житель нашей страны, имеющий медицинский допуск, имеет право сдать нормативы этого комплекса. По мнению директора детской, юношеской и спортивной школы Сергея Анатольевича, сдача комплекса норм ГТО позволит включить физкультуру и спорт в общественную жизнь, а также благотворно повлияет на активность и здоровье наших граждан. Это направлено на оздоровление нации, популяризацию физической культуры и спорта, здоровый образ жизни, отказ от врезанных привычек. Ну и каждый человек, я считаю, все равно в душе игрок, спортсмен. Что касается нормативов, то они затрагивают практически все основные физические качества человека, а именно быстрота, сила, ловкость, выносливость и гибкость. Кроме обязательных упражнений, существуют и дополнительные. Есть обязательные виды, в зависимости от ступени, от возраста, они варьируются от трех до пяти обязательных испытаний. И есть необязательные, их гораздо больше. И человек, естественно, выбирает, что ему в данный момент, так скажем, какие-то предпочтения он отдает тому или иному виду спорта. Стоит отметить, что сдача норм ГТО добровольна, и любой желающий способен получить знак отличия «Готов к труду и обороне». Для этого необходимо сдать восемь контрольных нормативов. Подробнее о комплексе сдачи нормативов можно узнать на сайте ГТО, а также в детской, юношкой спортивной школе. А попробовать свои силы жители города смогут уже в следующем месяце. 12 февраля состоится первый этап «Лыжные гонки» под девизом «Лыжня России 2017». И город активно готовится к началу мероприятия. На первый этап сейчас на «Лыжной гонке» есть и лыжные трассы, новые, обновленные, причем освещенные. Судейский состав отучено 18 училий физической культуры, которым разрешено принимать вот эти нормативы. Материальная база потихонечку обновляется, что-то подкупается. Как бы город здесь нас тоже без внимания не оставил, выделены финансовые средства. И я думаю, со временем все будет достаточно укомплектовано в полном объеме. Уже в мае этого года сдавшим нормативы получат значки. А вот выпускники 9-х и 11-х классов, которые станут обладателями серебряных и золотых знаков ГТО, при поступлении в ВУЗы любого профиля получают еще дополнительно 10 баллов к результатам ЕГЭ. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». 28 и 29 января Кумертау принял спартакиаду и чемпионат Башкортостана по лыжным гонкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Команду городского округа представляли 10 спортсменов. Кому из них удалось занять призовое место, смотрите в следующем сюжете. Несмотря на морозную погоду, участники приехали даже из самых отдаленных городов и районов республики. Всего 28 человек. Это спортсмены из городов Уфа, Салават, Белебей, Мелиус и Глинского района. Команда города Кумертал в составе 10 человек. Они приняли участие во всех категориях. В соревнованиях среди инвалидов с нарушением слуха, нарушением зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Все участники настроены на победу. Большие перспективы у кумерталской спортсменки Аделины Пестряевой. У Аделины уже есть победы в республиканских лыжных гонках. Настроение отличное. Началась я заниматься три года назад. Катаюсь я с удовольствием. Тренируюсь. Соревнования проходят по двум возрастным категориям. Среди спортсменов от 14 до 18 лет, а также от 18 лет и старше. На таких встречах спортсмены общаются, находят новых друзей и отдыхают душой. Тем более, что данные соревнования проходят в живописном уголке республики, говорят они. Так что участников 18-градусный мороз не пугает нисколько. В прошлом году был на биатлоне в Уфе такой, такие проходили соревнования. Я получала там опыт. И вот пригласили еще на одни соревнования. Решила еще попробовать в вашем красивом городе Кумертал. Тут природа очень красивая. Особенно сегодня в мороз. Владимир Казаков тренирует юных спортсменов. Кроме этого, он является сопровождающим для незрячих. Так спортсмен с нарушением зрения бежит за ведущим и ориентируется лишь на его голос. Это невероятно сложная задача для самого лыжника. И, конечно, требует оперативной и точной работы ведущего. Ведь одна ошибка может обернуться неудачей для спортсмена. Лыжник из города Кумертал Вячеслав Коваленко со своей задачей справился успешно. Не очень сложно. Уже занимаюсь я лыжами два года. Поэтому привычно по семь километров проходим. Каждый день вечером после учебы. Спортсменам предстояло пройти от двух до трех километров. В зависимости от категории здоровья. На всей дистанции дежурят судьи. Данный республиканский чемпионат является подготовкой к всероссийскому этапу соревнований, который пройдет в начале марта. Да, отборочный старт для того, чтобы создать команду, которая будет выступать уже на втором этапе в Ханты-Мансийске. По итогам первого дня соревнований в гонках классическим стилем спортсмены города Кумертал в своих категориях завоевали шесть золотых наград. Так первые места заняли Петр Федоров, Павел Малянов, Владимир Казаков, Олег Дроздов, Алина Емилова, Аделина Пестряева. Во второй день соревнований в гонках свободным стилем спортсмены почти в этом же составе еще раз подтвердили лучшие результаты. Также Александр Маганев и Айдар Садыков на втором месте. Алина Емилова, Вячеслав Коваленко и Александр Ливин на третьем месте. Благоустроить учреждения культуры, построить водопровод или же спортивный объект – решение принимают сами жители. Реализовать идеи можно благодаря региональному проекту «Реальные дела» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Именно в рамках этой программы в селе Икшимбетово Куиргазинского района появилась своя хоккейная коробка. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Открытие ледовой площадки в Икшимбетово стал настоящим праздником для сельчан. Поэтому многие пришли на мероприятие с семьями. Больше радости, наверное, у юных хоккеистов. Раньше погонять шайбу мальчишке приходилось идти на речку. А это небезопасно. Теперь для игры в хоккей построена современная коробка площадью 800 квадратных метров. «Мы очень рады, что построили эту коробку. Для ребят очень хорошо». Торжественное открытие стало знаменательным событием не только для икшимбетовцев. Это событие районного масштаба. Поэтому разделить радость сельчан приехал глава муниципального района Ахат Кутлу Ахметов. Он пожелал юным спортсменам успехов. В подарок от администрации и спорткомитета Ахат Евдатович передал 10 пар коньков. Также детская юношеская спортивная школа подарила форму для спортсменов. Предприниматели обещали клюшки. «Я думаю, это не только для детей. Эта хоккейная коробка будет служить и для взрослого населения. Все-таки в спорте спорт. Спорт надо любить, спорт ценить надо, уважать надо и видеть надо. Поэтому сегодняшнее событие, я думаю, будет только помогать нашим детям в учебе, а взрослым, чтобы дети были под контролем и так далее. Самое главное, чтобы травмы дети не получали». Строительство хоккейной коробки стало возможным благодаря участию в программе «Реальные дела» партии «Единая Россия», согласно которой из республики выделено 160 тысяч рублей, сельским советом – 55 тысяч, и жители села собрали 44 тысячи рублей. Работы выполнены предприятием «Автобаш-сервис». Местные жители также не остались в стороне. Родители детей и просто неравнодушные люди оказывали свою посильную помощь в строительстве. На торжественном мероприятии они все были отмечены благодарственными письмами. «Это огромная радость, потому что это мечта. Мы в детстве мечтали об этой хоккейной коробке. Ладно, у нас рядом тут река Кюргаза, мы туда ходили играть, хоккей там очищали. Но такой возможности, чтобы хоккейную коробку раньше не было строить, конечно. Это мечта всех, я думаю, наверное, все детворы и все сельское поселение». Хоккейная команда сформирована в трех возрастных категориях. Для работы с ребятами назначен тренер. Появление новой команды в районе повысит дух соперничества. А значит, будет повышаться и мастерство хоккеистов, отметил начальник спорткомитета Василий Копылов. После торжественного открытия спортивной площадки состоялись показательные выступления более опытных ребят района. «Бросая, лежать, вставай на лыжи». Именно по таким девизам в Кумертау прошел республиканский этап по лыжным гонкам. Проведение как городских, так и республиканских соревнований среди лыжников на обновленной трассе города вошел уже в традицию. Лучшие спортсмены города боролись не только за победу. У лыжников был шанс попасть в сборную города. Поэтому во всех стартах борьба была поистине спортивная. В выходные 21-22 января в Кумертау выявляли лучших юных лыжников города. На обновленной трассе прошел первый этап республиканской спартакиады по лыжным гонкам среди общеобразовательных учреждений. В соревнованиях принимали участие 250 сильнейших спортсменов, представляющие школы города. В первый соревновательный день лыжники бежали индивидуальную гонку классическим стилем. Боевой настрой присутствовал как у самих спортсменов, так и у тренеров. Даже сильный снегопад не испортил гонку. Погода внесла свои коррективы. Тренера сегодня ответственны за трассу. С шести утра трассу укатывали, нарезали лыжню. Конечно, мягкая трасса вносит свои дополнительные сложности. Бежать сложнее. Но лыжный спорт – это спорт, который в первую очередь воспитывает такие качества, как выносливость, упорство. И поэтому спорт достаточно смелых людей. И я думаю, дети справятся сегодня с дистанцией. Дистанция для юношей и девушек разная – от двух до пяти километров. Для профессиональных лыжников дистанция короткая, но очень сложная. Счёт идёт на сотые доли секунды. Ещё там кружочек маленький. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Давай, давай, молодец. Давай, давай, работай. Здесь желают друг другу гладкой лыжни, но о духе соперничества не забывает. На кону участие в республиканских соревнованиях. На старт выходят лучшие из лучших. Юные школьники, но уже довольно профессиональные лыжники. Те, кто только начинает делать первые шаги в спорте, и кто с лыжами давно на «ты». У каждого сегодня своя гонка. Здесь нет тёмных лошадок, но фавориты есть. Например, участник умертавской сборной Марии Пчелякова. Для титулованной лыжницы – это гонка не за медаль, а проверка спортивной формы. Тем более при такой снежной погоде. Как раз новый снег выпал, и лыжня была, получается, лёд был на ней. И так было лучше, а сейчас – и хуже. Новый снег, и за это – и хуже. Катит лыжи. Спортсменов пришли поддержать близкие родственники. Кто-то из них даже даёт наставление. Потому что сама участвую иногда, вот, как бы, организация, когда участвует на соревнованиях. Примерно я знаю, как. Ну, даю, как бы, наставление. Примерно. Ребята активно преодолевали все трудности, встречающиеся на пути к победе. В результате победителями в индивидуальной гонке в своей взрослой категории стали Ильдар Азнобаев, Екатерина Васильева, Мария Пчелякова и Денис Хамитов. Во второй день соревнований состоялась эстафета. Настоящие любители лыжных гонок считают этот вид самым зрелищным. Ведь стартуют команды одновременно, и лыжники по ходу гонки видят спины соперников. Одним из главнейших же компонентов эстафеты является расстановка лыжников поэтапно. Здесь идет азарт, здесь прием и передача. Сложный элемент, конечно. Ну и ускорение, это командная работа. И для этого она такая более-менее зрелищная. Очень важный элемент – это расстановка, расстановка правильная. Вот для этого и тренера работают, чтобы передать, чтобы знать, на каком этапе какой участник лучше выполнит. И в основном считается это первые и последние этапы, потому что они считаются самые сложные и самые важные в этой эстафете. От этого много очень зависит победы команд. В тяжелейшей борьбе в старшей группе победы одержали у юношей третьей школы, у девушек первая гимназия. В младшей группе на верхний педестал почета поднялись спортсмены шестой школы. Они выкладывались по всей дистанции на сто процентов. Доходило до того, что лыжники, пересекая финишную черту, от потери сил просто рушились на снежную трассу. Я старался ехать быстрее, делать больше техники и ускорения. Думал, чтобы приехать быстрее первым, стараться, чтобы школа наша была первым место заняла. В общей командном зачете в младшей группе победу одержала школа номер шесть, в старшей первой гимназии. Теперь лучшие лыжники города попробуют свои силы на зональных соревнованиях, которые пройдут в феврале также в нашем городе, что не может не радовать. По опыту прошлых лет и отзывам других городов, очень нравится всем приезжим. Во-первых, наш перепад рельеф трассы, организация судейства, организация проживания, питания. То есть город компактный, все рядом. Снег очень много, очень красиво. А сейчас, когда трасса расширена, то есть мы до этого старались трассу поддерживать всегда в хорошем качестве, а сейчас трасса сама велит, чтобы сюда приезжали и проводили финалы. Соревнования по зимним видам спорта в самом разгаре. Впереди у спортсменов еще множество стартов. Поэтому кто не смог стать призером в первом этапе республиканской спорта-киады? Необходимо потренироваться, набрать физическую форму, вновь выйти на лыжню и завоевать высокое место. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В продолжении темы, по традиции, каждый месяц мы берем мастер-класс у профессионального спортсмена и тренера. Сегодня им стал тренер детско-юношеской спортивной школы по лыжным гонкам. Лыжные гонки – это зимний вид спорта, в котором соревнуются в скорости прохождения дистанции по специально подготовленной снежной трассе с использованием беговых лыж и лыжных палок. Как правильно подобрать спортивный инвентарь, как быстрее научиться стоять на лыжах. Об этом и другом нам подскажет тренер детско-юношеской спортивной школы, мастер спорта по лыжным гонкам Тамара Абрамова. И сегодня у меня есть возможность взять индивидуальный урок. Передвижение на лыжах – это умение перенести без тяжести с ноги полностью на ноги. То есть умение постоять на одной лыжи на одной ноге, шагнуть, стучить, пустить без тяжести на другую лыжу, постоять на ней. Вот почему мы будем сегодня учить все это. Еще молодая по возрасту, но уже довольно перспективный тренер. На ее счету много побед как в личных, так и в командных соревнованиях. И выбор именно этого вида спорта не случайен. Пришла в лыжи я в 11 лет, в пятом классе. До этого я была не менее чем в 10 кружках. Я только сегодня со своими детьми об этом говорила, что нужно выбрать дело себе по душе. В общем, попробовала лыжи, потому что база была в моей школе, школа номер 14. Ну, поняла, что это мое, занималась я 11 лет. И я просто жила этим, и хорошо, что я этим до сих пор живу. И я не ошибся с выбором этого тренера. Начали мы тренировку с экипировки. Лыжные палки и лыжи выбираются в зависимости от роста человека. Лыжи крепятся к ногам с помощью креплений. В настоящее время для использования лыж в большинстве случаев необходимы специальные лыжные ботинки. На лыжах перемещаются, используя их способность скользить по снегу. Для ухода за лыжами существуют мази для лучшего сцепления и скольжения. Для меня, как для начинающего лыжника, применили мазь сцепления, чтобы на подъеме я не покатился вниз. Теперь непосредственно к тренировке. Начинаем обучение классическому стилю. Основное упражнение – сохранить при передвижении баланс тела. Если правая нога сзади, то правая рука впереди, а левая сзади. Для лучшего, но есть лучшая устойчивость. После обучения техники передвижения мы перешли к технике спуска на лыжах. Чтобы не покалечиться, необходимо принять правильную стойку. Колени согнуты, плечи вперед, палки под мышкой, локти на коленях. Уверенно стоим. Главное – не бояться. Главное – сесть как можно ниже. Это необходимо для безопасного падения, если вдруг потеряешь равновесие. Главное – не бояться. И последнее упражнение, над которым мы поработали, это подъем в гору. Для меня в этот день это упражнение было самым сложным. Для этого нам нужно встать, развести носочки лыж, свести пяточки у лыж и согнуть вот так на внутреннюю поверхность лыжа. На внутренний канк. И пошли. Это только малая часть тренировочного процесса. Остальному можно научиться в секции по лыжным гонкам. А таких тренировочных групп в нашем городе достаточно. Записаться можно в любой момент, но лучше всего подумать об этом с сентября, когда начинается учебный год. Записаться можно с первого класса. Мы – детская южная спортивная школа. У нас есть четыре базы лыжных. Это улица Лесная, улица Худобердина – 3. Петр Кимович тут тренирует на стадионе, прямо у него где трибуны напротив мотоклуба. И лыжная база при школе номер 3. Любая база, можно прийти и записаться. Развитие лыжного спорта в нашем городе в самом разгаре. Для этого обновлена городская лыжная трасса. На лыжню с каждым днем становится все больше спортсменов. Мы, конечно, только рады. Если будет тут в будущем лежать асфальт, это будет просто счастье. Это какая-то даже мечта. Осуществление какой-то маленькой мечты. Потому что никогда мы не катались в таких условиях. Катались за городом по трассе. Катались на нашем лыжном стадионе. Когда колени разъезжаются, как ты снимаешь ботинки. То есть это настолько нехватка вот этих условий для летних тренировок. Ну, все радуются. И жители города, и спортсмены, которые тренируются на этой трассе. На этом у меня все. Это была программа «Территория спорта». Архив программы в сообществе «Арис Дефис ТВ Кумертау». Ссылка на экране. Занимайтесь спортом и будьте на высоте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин